В США рассказали о бои с ЧВК Вагнера Журналисты американского издания The New York Times рассказали свою версию первого прямого вооруженного столкновения американских сил и российских наемников в Сирии Оно произошло в феврале этого года в сирийской провинции Дейр-Изезер Как отмечает газета, на разных берегах реки Ефрат одновременно проходили две операции против боевиков террористической группировки «Исламское государство» и «Г» запрещена в России Одну из них поддерживали американские военные, другую – российские бойцы, предположительно, ЧВК Вагнера Во избежание столкновений военнослужащие регулярно обмениваются информацией по специальным каналам Как утверждают журналисты, американцы несколько раз предупредили российскую сторону, что в том районе находиться очень опасно, поскольку там сконцентрированы вооруженные формирования Российская сторона отметила, что не может повлиять на сторонников осада, проводивших операцию Российское высшее командование в Сирии заверило нас, что там нет их людей, заявил в апреле министр обороны США Джеймс Мэттис, добавив, что он отдал приказ уничтожить эти вооруженные формирования 7 февраля сирийские правительственные силы атаковали бойцов, демократических сил Сирии, в основном курдов, поддерживаемых США Американские военные в это время тоже находились на позициях Сообщалось, что среди наступавших были члены российской ЧВК Вагнера Позднее стало известно, что наемники хотели захватить нефтяные и газовые месторождения, подконтрольные Курдам Больше важных новостей в ТИЭЛИ и ДжиАР и ЕМ-канале, лента дня Подписывайся, перейти в мою ленту, новость размещена на сайте вседоски.com Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений Как продать быстрее? Размести объявления сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.com